Его святейшество Шилахаладарасвами, молитвы в ритросуры, день шестой. Ом Намо Бхагавате Бхасуде Бхая. Ом Намо Бхагавате Бхасуде Бхая. Ом Намо Бхагавате Бхасуде Бхая. Ом Намо Бхагавате 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 Бхаг Так же я хочу принести почтительные поклоны всем мачарьям. По милости Шримана Магапрабху, по милости Нитянанды Прабху, Гавранги Магапрабху. По милости Шилапрабхады. Мы имеем возможность слушать Шримад Бхагвата. Шестую песню мы читаем 11 главу Авритрасури. Трансцендентные качества Авритрасури. В прошлый раз мы слушали, как Авритрасура перед Индрой пребывает, скорбит настроение разлуки с Господом. Он ждал, что Индра убьет его, но когда он увидел, что Индра не хочет его убивать, он стал испытывать чувство разлуки с Господом. Он захотел умереть. А зачем он захотел умереть? Пока ты находишься в теле демона, он осознал это, уже невозможно служить Кришне. Если ты не можешь служить Кришне и общаться с Вашнауми, эта жизнь полна несчастья. Мы называем это материальной жизнью. А что такое духовная жизнь? Духовная жизнь означает большее общение с Саду Гуру. Как благочестивые люди. Это тоже материальная жизнь. Они благочестивые. Они совершают различные виды поклонений, но это всё материальное. Это лишь материальная жизнь. Если у кого-то нет отношений с чистыми Вашнауми, с Кришной, на самом деле их жизнь — материальная жизнь. Почему мы говорим «духовная жизнь»? Потому что наши отношения с Кришной устанавливаются с помощью Гуру. И мы получаем материальное благо. А люди совершают материальную деятельность ради материального блага. Поэтому мы говорим, что благочестивые люди материальны. Мы не выражаем такого большого почтения так называемым религиозным людям. Потому что они также на материальной платформе. И все их достижения, качества также материальны. Мы пришли в сознание Кришны. Мы поклоняемся Кришне только ради духовной цели. И духовная цель — это как служить Кришне. Вритрасура в этом теле не мог общаться со святыми людьми. В теле демона это невозможно. Поэтому он плакал и скорбил. И когда Индра не мог его убить, тогда он опечалился. Поэтому мы читали в прошлый раз и мы можем служить Гуру и Вашнау. Если мы хотим доставить удовольствие Саду Гуру, у нас должна быть духовная жажда. Если духовная жажда не приходит, это означает, что мы не получили милость Саду Гуру. Мы не можем остановить свою жажду. В материальном мире люди постоянно испытывают жажду, жадность. Они постоянно увеличивают свои материальные желания. А духовная жизнь — это то же самое. Если бхава, настроение зрелое, чем больше мы зрелые, тем больше будет возникать духовная жажда, очень сильное желание, как мне служить. Если эти вещи не приходят, это означает, что Саду Гуру не принимает наше служение, потому что духовная жажда не приходит к нам. Духовная жажда означает, что эта жажда исходит из души, а материальная жажда исходит из ума. Материальная жажда исходит из ума, а духовная жажда исходит из души. Это Гуру Кришна принимает наше служение, и тогда у нас возникает духовная жажда, Это исходит из души. Поэтому вся наша деятельность, нам нужны духовные средства для поклонения. Мы поклоняемся Тулусе, принимаем Прасад, воспеваем Святое Имя. И человек может обрести духовное счастье, общаясь Саду Гуру, воспевая Святое Имя, поклоняясь Божествам. Мы пытаемся все время развить духовные вещи. Можете видеть в нашем поклонении Вашнавов, 24 часа в сутки мы должны помнить о Кришне, но этого не приходит. Почему это не происходит? Настроение Махапрабу – это его наставление. В любых условиях мы должны помнить о Кришне, помнить о Кришне. Валага Бадана – мы должны все время помнить, но почему это не приходит? Точно такой же ум мы касаемся духовных средств поклонения, мы касаемся Тулуси, чёток, но ум всё равно остаётся материальным. Очень трудно осознать духовные вещи. Иногда это очень трудно осознать. Например, что имя Кришны духовное. Мы говорим, но реализация не приходит. Мы только с помощью ума и разума можем осознать. Но все эти духовные параферналии, духовные средства богослужения, они не материальны. Поэтому иногда очень трудно понять эту духовную деятельность, духовные параферналии. под руководством истинного Духовного Учителя, если мы служим Ему в духовной парампуре, мы можем увидеть, что реализация к нам придёт со многих углов зрения. Духовная жизнь – это не то, что мы на одной вещь только сосредоточены. Как, например, серьёзный ученик, студент, например, он не сосредоточен только на одном предмете. Много-много разных предметов он изучает в университете. То же самое духовная жизнь – это серьёзность в том, что мы совершаем севу, воспеваем. И это всё ради духовной цели. Мы не можем отвергнуть что-то из этого. Если мы что-то отвергнем, то мы не сможем получить духовное осознание. Очень трудное. Мы не даём шанс нашему уму подумать о чём-то материальном. Тогда мы можем совершать духовную деятельность. Мы не должны позволять своему уму думать о чём-то материальном. Поэтому мы всё время воспеваем. Преданные воспевают. Даже преданные называют свои дома в Майпуре, допустим. Гопал, Баван. Они воспевают его имена, называют свои машины, свои дома именами Кришны. Сына, дочь называют себя самого, называют духовным именем. Потому что мы хотим остановить духовную деятельность, материальную деятельность ума. Ум должен касаться только духовных вещей. Тогда духовная реализация придёт. Но всё равно не приходит. Всё равно это не приходит к нам. Преданный зовёт вас Прабху. Прабху Джей, как у вас дела? Он называет тебя Прабху. О нашем сердце? Внутри ума? Внутри сердца? Сколько там уже отвратительных желаний? Туласи, смотрите. Тилак. Мы воспеваем Святое Имя. Но сколько жизней мы развивали эти материальные желания, материальные мысли? Всё это остаётся у нас в уме. Поэтому духовная жажда не приходит. Это как то, что прохлад Махараджа. Он дал тот же самый ответ своему отцу. Вернее, своему гуру Шандай Амарке. Он никогда не принимал то, чему они учат. Они говорят, зачем ты думаешь о Кришне? Зачем твой ум направляется на Кришну? Почему твой ум думает о материальном ты не знаешь? А Гришне? А Гришне? А Сурабхава. А Гришне? А Гришне? А Сурабхава. Если какие-то впечатления приходят в наш ум, какие-то мысли приходят в наш ум, мы уже получили в прошлом какой-то опыт. Это уже впечаталось в наш ум. И поэтому реализация приходит. Итак, духовная жажда не приходит. Почему? Потому что мы никогда не пережили на своем опыте эти духовные вещи. Ум не испытал духовный опыт. И сейчас мы практикуем это. Мы хотим обрести духовный опыт. Итак, мы обсуждаем духовную жажду. Духовную жадность. Проклад Макараш говорит об этом. Ятха. Я не знаю. Он напрямую обращается к Шандри Амарке. Говорит, я не знаю почему. Мой ум автоматически направлен на Кришну. Сейчас мы пытаемся направить свой ум. Но это не происходит. Мы даже пытаемся, это не происходит. Проклад Макараш говорит. А я даже не знаю, каким образом и почему мой ум естественным образом привлекается к Кришне. Он говорит, я даже не знаю. Как железо, например. Кусок железа. Почему он притягивается к магниту? Почему кусок железа притягивается к магниту? Вы спросите, железо ничего не скажет. Это механический процесс. Это естественно происходит. Железо не привлекает к себе. Магнит привлекает к себе. Почему Кришна привлекает мое сердце? Я не знаю ответа. Да. Он не сказал, что это происходит по милости Нарадымуни. Он по-другому ответил. Наша седанта отличается. У нас нет силы думать о Кришне, потому что наш ум материален. Мы думаем о Кришне. Скорее мы пытаемся думать, когда маленький ребенок плачет. Хороший пример. Маленький ребенок плачет. Почему он плачет? Хочет кушать, например. Допустим, хочет кушать. Пища не приходит. Но он плачет. И с помощью плача он может привлечь внимание своей мамы. Если вы не сможете понять этот пример, ваша жизнь будет бесполезна. Я воспеваю и воспеваю, но не осознаю Кришну. Когда ребенок плачет, ребенок плачет только об одной вещи. Он плачет только чтобы привлечь маму. Это все зависит от матери. Он сможет привлечь внимание матери. Это все. И сейчас он зависит от матери. Мама накормит его или нет? Итак, мы воспеваем, мы служим, мы делаем все для того, чтобы привлечь милость в Саду Гуру. Пока он не обратит на нас внимание. И он видит, вот смотрите, он искренний, простой, тогда придет. Итак, мы воспеваем, мы совершаем любое служение. А Саду Гуру должен посмотреть на нас. Это зависит от Саду. Вы не можете просто воспевая все это дело обрести Кришна према. Нет. Вы понимаете? Поскольку мы воспеваем, мы совершаем все эти виды духовной деятельности. Но все равно материальный ум у нас остается. Пока вы не одухотворите его, вы не сможете обрести духовную реализацию. Я, допустим, хочу перевести вам деньги. Но у тебя нет счета в банке. Сначала открой свой счет в банке. И вся наша Сева, это подобно открытию счета в банке. Чтобы открыть счет в банке, я не знаю, что за рубежом, но в Индии я знаю. Что необходимо? Что необходимо? Вы не знаете, самая важная вещь в Индии. Сможете открыть счет в банке в Индии только если другой человек в этом банке сможет вас представить, порекомендовать. То есть, если кто-то примет за вас ответственность, тогда можете открыть счет в банке. Если кто-то поможет нам, тогда ответственность придет к нам. На самом деле мы совершаем всю духовную деятельность только ради одной цели. Как с помощью бескорыстного служения привлечь внимание Гуру и зависть от Саду. Не так, что я воспеваю имя Кришны и Кришна прольет милость на меня. Нет. Пока вы не одухотворите себя, духовный опыт не придет к вам. Как вы можете одухотворить себя, одухотворить свой ум, свои чувства. Мы хотим Кришна премию, мы хотим Кришна бхактику. Вы не можете эту Кришна премию удержать в материальном уме. Вы должны все одухотворить. Как? С помощью милости Саду Гуру. Это зависит от них. Поэтому мы приходим к выводу «Я себя Прасадат, Бхагават Прасадат». Не упускайте этот момент. «Я себя Прасадат, Бхагават Прасадат». Есть процесс. Мы плачем, совершаем предное служение только ради этой цели. Как нам привлечь Саду Гуру к себе? Только ради этой цели. Мы совершаем все это. И тогда есть надежда. Если вы думаете так, «Я буду больше кругов повторять, я буду больше силы совершать, и я смогу Кришну привлечь напрямую». Нет, это невозможно. Ваш ум материальный. Ваши чувства выше. Деятельность. Все это материально. Кришна чистый. Это вывод. Как вам удухотворить свое тело? Вы знаете? Нет? Как кусок железа. Возьмите кусок железа. Поместите его в огонь. Что случится? Он станет огнем. Это означает, что внутри железа есть способность быть огнем. Но без огня это невозможно. Без огня железо не может превратиться в огонь. Но у него есть такая способность, понимаете? Мы такие же. У нас есть способность. Но без гуру это невозможно. Наши чувства способны направиться к Кришне. У нас есть способность любить кого-то. У нас есть способность любить жену, детей. Почему мы не можем развить любовь к Кришне? У нас есть такая сила. Но мы как кусок железа. Если вы хотите превратиться в огонь, огонь необходим. И когда железо находится в огне, тогда что? Огонь? Железо превращается в огонь. А это и есть совершенное качество железа. Огонь передает свое качество железу. Вы можете только принять. Но кто дает вам это могущество? Огонь дает это могущество. Дживы Гасвами приводит пример. Тот же разум. Мы прикладываем все усилия, но мы не можем обрести Кришну. Милость придет. Если милость придет, тогда не нужно даже пытаться. Просто поместите железо. До того, как оно соприкоснулось огнем, это было железо. А теперь огонь передает свое качество железу. Огонь передает. Когда вы служите саду-гуру, когда вы плачете, саду-гуру наделяет вас милостью. Это не наша милость. Понимаете, это не наша собственность. Поэтому мы говорим, мы беспомощны. И мы ждем этой милости. Мы трудимся ради этой милости. Огонь, железо находится в огне. И по милости огня, железо может стать огнем. Но если постоянно держать железо в огне, что случится? Это обусловленные души. Они такие же. Если вы не будете держать железо в огне, то железо снова станет железом. Обусловленные души могут общаться даже саду-гуру. Но пока вы не будете постоянно держать железо в огне, если вдруг вы подумаете, я не хочу держать железо в огне, то сразу же вы превратитесь снова в железо. То, что вы не хотите постоянно общаться с гуру. Это наше положение, потому что мы не сидьи. Но если постоянно общаться, постоянное общение, когда с помощью слушания, с помощью служения удовлетворив Духовного Учителя, тогда нет речи о падении. Все наши чувства, все одухотворится. Тогда нет речи даже в этом. Сейчас уже нет места для материальных мыслей. Прабхупада все время приводит этот пример. Наши чувства подобны железу. Мы думаем о Кришне. Но у нас нет способности думать о Кришне все время. Мы воспеваем. Но когда вы отвлекаетесь на мобильный телефон, или когда вы печатаете что-то, вы уже невнимательны. Это значит, что у наших чувств есть силы определенные, которые погружают наше внимание. Но духовная деятельность означает постоянно. Зачем мы служим Саду Гуру? Мы не можем служить Кришне без Саду Гуру. Почему мы служим Саду Гуру? Мы как железо, но мы хотим быть постоянно в огне. И тогда огонь передаст свою собственную энергию. И железо превратится в огонь. По его милости, по милости Гуру мы сможем одухотвориться. Сейчас Вертра Сура молится. Мы не можем так молиться. Мы воспеваем. Мы совершаем столько духовной деятельности, но духовная жажда не приходит. Из-за этой цели обусловленная душа. Смотрите, иногда даже мы можем видеть, когда я это обсуждал. Иногда у нас нет стремления ни к материальным наслаждениям, ни к духовным вещам. Вы можете иногда найти предных. У них нет стремления к материальным вещам. Они не хотят ничем наслаждаться, но в то же время духовных вещей тоже нет. Он остановился полностью. застрял. Желание не приходит ни в материальном, ни в духовном отношении. В Третьей Песне Бхагаватам говорится об этом. Ясья Буддим Парагатаха. Ясья Буддим Парагатаха. Ясья Буддим Парагатаха. Разум средоточен на Кришне. Я не знаю, как на английском это сказать. Можно сказать глупец, глупец номер один, глупец самый большой глупец, это значит самый большой глупец. Они могут испытать счастье в этом мире. Всю жизнь они тяжело работают, все равно улыбаются счастливы. Смотрите, как они тяжело работают со своими женами, они очень счастливы. Они могут какое-то счастье обрести. И также те, у кого разум выходит за пределы этого материального мира. Вот они могут обрести счастье. Но те, кто посередине, они страдают. Поэтому мы можем найти, что в основном духовные люди, они страдают больше. Смотрите, вы не ходите в ночные клубы, не ходите в театры, вы не общаетесь с этими людьми, вы знаете все. А счастье не приходит. Иногда духовные люди становятся материальными людьми. Почему? Потому что материальные жизни означают много-много видов деятельности. Можете много видов вкусов испытать от материального общения. Вы можете побывать в многих местах. А в духовной жизни только одна вещь. Только Кришна. Только Вайшнавы. В наше время, даже если вы очень-очень падший, но вы можете хорошие отношения между духовными братьями. Забудьте о любви к Богу. Станьте хотя бы человеком. Смотрите, кармические люди. Братья, они так любят друг друга. Они не видят недостатков друг у друга. Смотрите, в Индии вы можете увидеть. Мой брат. Я приехал в одно место. Совершал Багвата Катху в это время. Старший брат, он тяжело работал. Когда младший... Он говорил, я... Отец умер. Он говорил, я должен... Я знаю, как мой брат, младший брат страдает. Я должен работать. Я оставался у него в доме как-то. И когда младший брат женился... Через 5-6 лет жена младшего брата сказала, я не хочу больше жить в этом доме твоего брата. И тогда этот младший брат сказал своей жене, не хочешь жить здесь, отправляйся в дом к своим родителям. А я буду жить здесь. Для меня он Рама. Мой брат это моя Рама. Мой брат это моя Рама. А старший брат плакал, он говорил, просто оставайся с своей женой и ей ничего не нужно. И тогда младший брат сказал, нет, для меня ты Рама. Смотрите, в материальном мире столько примеров. Они настолько привязаны к своим братьям, к старшим братьям. Мы так называем духовные люди, мы говорим духовный брат. Никакой любви, никакого доверия. Но как только у кого-то Тиллака мы сразу спрашиваем, чей ученик? Откуда, из Гаудиаматха или из Искон? Сразу же сомнения возникают. Когда кармические люди, у нас сомнений не возникает. Но когда видите преданного, сейчас наш стандарт настолько упал, если какой-то вайшнава, видите, сразу подозрение возникает. Например, как китайские продукты. Куда вы не отправились? О, это Китай? Так, сомнения есть в качестве. Кого бы вы не увидели, любого вайшнава? Вы сразу начинаете думать. Так, он просто Тиллак ставит или он на самом деле вайшнав? Почему эта подозрительность приходит? Мы не можем это остановить. Потому что мы не видим качества. Люди, которые работают в одной компании. У них есть свой бренд для каждого продукта. Но качество будут проверять мои собственные инженеры. И инженеры этой собственной компании будут проверять качество. Каковы наши собственные качества? Мы квалифицированы получить освещение или нет? Сможем ли мы всю жизнь быть на духовном пути или нет? Кто сможет это проверить? И после посвящения? После посвящения? Гуру не знает, конечно, пойдешь ты в духовный мир или нет. После посвящения все кончено. Никаких отношений с Гуру, с Кришной. Гуру не знает, где ты. Гуру приходит, а ученик уже исчез, спарился. Нет обучения. Нет серьезной жизни. Я всегда привожу этот пример. Мы приглашаем в духовную жизнь. И мы говорим, знаешь, есть одна опасность. Допустим, вы берете растение, пересаживаете из одного места в другое. Нужна хорошая своевременная забота. Недостаточно воды – растение умрет. Больше воды – растение умрет. И это есть духовная жизнь. Пока корень не станет сильным, и не будет получать воду и все остальное. Но вам надо заботиться и заботиться. А иначе это растение умрет. Духовная жизнь такая же. Нужна личная забота. Необходима личная забота. А иначе это… Пока вы не обретете вкус, вы станете как безумные. Почему столько беспокойств? Почему? Это не подходящее место для споров, для самомнения. Нам надо просто следовать. Но почему столько ссор, столько сражений возникает у преданных? Почему? У нас есть другие желания. У нас есть посторонние желания. Мы приходим в сознание Кришны. Поэтому все эти проблемы приходят к нам. Потому что мы не знаем, какова цель нашей жизни. Наше сознание Кришны состоит в том, что мы служим Кришне, и Он обо всем позаботится. Он обо всем позаботится. Не нужно никаких споров, сражений. Прабхупада говорил, вы можете спасти весь мир. Прабхупада все время говорил, не говорить даже о проповеди. Если мы просто живем в Ашраме или в храме, нам нужно хорошо практиковать сознание Кришны, следовать этикету, развивать дружеские отношения. Любой человек придет в храм, станет преданным. Что Прабхупада говорил это. Смотрите, любой страдает. Но как только они придут, они станут следовать. Часть вторая. Сразу же это произойдет. И это и есть проповедь. Что такое проповедь? У нас в Ашнавизме проповедь. Это Бхаксиан Сарасвати Такур. Прабхупада Махараш говорил. Согласно Ашнавизму, что такое проповедь? Это Ачарана. Ачарана и Прача. Проповедь. Это практика. Когда мы сами практикуем, это и есть настоящая проповедь. И это самое важное для нас. А иначе очень трудно. Очень трудно развить эту духовную жажду, духовные желания. Другие материальные желания присутствуют. И начинаются споры, разные мнения, ссоры. А духовная жизнь основана на любви и привязанности, любви и доверии. Где этот духовный уровень? Мы можем развить духовную жажду только 10-15, да? До какого времени можем продолжать? До 11-30, хорошо. Мы можем развить духовную жажду, общаясь, служа, как мы говорили уже о железе и огне. Когда саду-гуру, милость саду-гуру придет к нам, духовная жажда придет к нам. Но у нас сейчас есть отдельные желания какие-то, свои личные желания. Поэтому мы не можем это развить. Что другие делают? Это не наше дело. Это дело гуру. Не важно, пусть они это делают. Мы не можем судить никого. Согласно нашей карме определенный разум приходит к нам. Мы не должны тратить время впустую. Какие бы наставления Гуру Кришна ни дал нам, мы должны этому следовать и все. Поэтому все время Прабхупада говорил. Индивидуальная душа означает личное мнение. Мы не можем сказать, что весь мир превратится в Вайкунтху. Нет. У всех есть свое собственное мнение. И это обязательно будет. Нас не должно волновать. У кого какие мнения. Мы просто следуем наставлениям Садду Гуру. И умиротворенно мы можем поддерживать свою жизнь. Хотя бы сейчас, к Калиюгу, никто не приходит в одежде, Кришна не говорит «Я Кришна». Но во времена Кришны было так. Демон посылал сообщение Кришне и говорил «Я пришел, я Кришна. Ты ложный, а я истинный». Смотрите. Проблема есть всегда. Даже во времена Кришны бы такая проблема была. Множество вещей. Если вы удачливы, только тогда вы сможете это осознать. Кришна чистый. Кришна истинный. И преданные Кришны и преданные Кришны. Также чистые истины. И я должен следовать Гуру и Кришне. А когда мы на духовном пути, какие-то разные мнения могут приходить. Это есть у нас в истории. Это в истории всегда есть. У нас Святое Имя чисто, Махапрабху чисто, Парампара чисто. И так с простым сердцем мы просто должны служить. Смотрите просто. Где Кришна находится, там проблемы. Даже когда Махапрабху был во Вриндаване, люди говорили, когда Бог Кришна, люди говорили, Кришна явился во Вриндаване. На Калиагате. И это иметь свое личное мнение. Это говорит об эгоизме. Общество дает нам столько возможностей, удобств, общения, просад. Кто-то поклоняется Божествам. Два-три часа. А кто-то просто приходит и приносит поклоны. Я не поклоняюсь, ты поклоняешься. Кто-то другой поклоняется. Кто-то готовит, а кто-то просто приходит и произносит мантру. Иногда даже мы не произносим мантру Махапрасады Гуинда. Кто-то другой произносит. Калиюга – это значит, что все слабые. А никто один не может совершать баджи. У нас есть саду санга. Поэтому Калиюга – санга – это шакти. Санга – сила приходит в общение. Но как только мы находимся в обществе, проблемы придут. Предные знают, что проблемы будут. Но все равно они создают общество. Для чего? Чтобы дать прибирыщи таким безнадежным личностям, как мы. Иначе у нас будет только материальная жажда, никакой духовной жажда. Только деньги, деньги, деньги. Духовные отношения. Только душа. Все только духовно. А материальные люди, они только демонстрируют другим. Бхагаватам называется Парамахамса Самгита. Эта книга предназначена только для Парамахамса. Сейчас проповедовать Бхагаватам так же трудно. Нет. Такое желание даже. Я что должен? Всего отказаться? Не говорите «откажитесь». Просто говорите «то, что вы делаете». Делайте это. Повторяйте Харе Кришна и дайте им такую формулу. Повторяйте Харе Кришна. Но на самом деле мы должны отказаться от чего-то, чтобы что-то получить. Если мы не откажемся, мы не сможем получить. Пока мы не откажемся, может быть, мы должны отказаться от денег или от желаний, но мы должны отказаться. Вы должны от чего-то отказаться, тогда вы что-то обретете. И как обрести, согласно тому, насколько мы отдаем, настолько мы получим от Кришны. Пока мы что-то не отдадим, мы не осознаем. Но мы не готовы ничего отдавать, понимаете? У нас очень сильный материальный привязан. Мы не можем так искренне молиться подобно в ретрассу. Потому что это жажда, это настроение молитвы не возникает у нас. Мы уже испытали на своем опыте. Среди преданных, допустим, спросите, корми. Многие люди корми. Когда я проповедовал Ворисе, например, там очень часто проходит Бхагавата Саптаха. Семь дней Бхагавата Катхи. Семь дней тысячи людей приходят. Они осознают какие-то вещи, а мы не осознаем. Они даже осознают. Все равно у нас какие-то привязанности остаются. Кто-то во тьме. Он говорит, я во тьме. Кто-то ему показывает свет. Покажите корми. Им можно посвятить. Освятить Россию тьму. Но если вы преданным покажете… Они говорят, у меня еще какие-то есть привязанности. Не живите во тьме. Пока вы не осознаете эти вещи, вы не сможете заниматься бхакти-йогой. Я не знаю… Прабхупада обычно говорил… Так называемые религиозные люди. Официальные религиозные люди. Так называемые официальные верующие. Они просто звенят в колокольчик. Произносят множество мантр. А когда все заканчивается, они сразу принимаются за чай, покурить. Это называется официальный верующий. Мы не должны идти по такому пути. Официальные религии. Нет. Если вы хотите что-то осознать духовное… Всегда необходима духовная деятельность. Воспевать. Служить. Знаете, большие чиновники. Официальные лица. У них всегда есть планы. Они постоянно планируют. Каждый день у них есть план на будущее, на завтра. А преданный… Это означает, он ничего не планирует. Не то, что мы будем в том же настроении продолжать много-много лет, 20 лет. Нет. Мы должны сразу решить, почему жажда к нам не приходит. Уже 20-30 лет прошло. Почему жажда ко мне не пришла? Почему я не хочу больше духовной деятельности? Должен больше изучать, больше молиться, больше воспевать. Почему ты к нам не приходит? Почему? Это главный момент. Необходимо общение, необходимо служение. В первую очередь мы должны развить склонность служить духовную жажду. Эта духовная жажда должна развиться. Последний стих. Три седанта мы уже разобрали – даса на даса, нишкама, духовная жажда. И теперь он говорит – нет, это невозможно. Джиугасвами говорит. В последнем стихе он плачет и говорит – Джиугасвами, дай свое мнение. Почему он начал плакать? Хотя я молюсь тебе о том, как маленькая неоперевшаяся птичка ждет матери. О, Вишну, я жду тебя. Но это невозможно в этом теле. Я не смогу тебе служить в этом теле. Я не смогу служить тебе. Это невозможно. Я хочу служить тебе. Помните, мы три примера вчера разбирали. Как неоперевшийся птенец, как теленок, или как жена. Жена, муж которой вдали от дома. Но затем он говорит – нет, это невозможно. И поэтому он снова молится о саду Санги. Стих 6, 11, 27. О, мой Господь и повелитель! Моя карма заставляет меня скитаться по материальному миру. Устав от этого, я просто ищу дружбы с твоими праведными, возвышенными преданными. Это очень важная вещь. Это очень важная вещь. Рупада говорит. «Мамуттамашлока, дянейшу сакъем, дживугайсвамишу начкарас сакуру». Говорят в комментариях. Уттамашлока. Я хочу общаться с такими преданными, которые свободны от материальных желаний. Уттама – от невежества. Те, которые свободны от невежества. Уттама. Я хочу с ними общаться. Итак, общение необходимо, потому что это болезнь. Это болезнь. Мы не хотим быть теми, кто болеет. Еда, солнце, выкупление обороны. Вы не можете изменить это без общения. Вы будете общаться с предками. Если он ест больше просады, вы будете сидеть с ним и также будете есть больше просады. Вы не сможете изменить свои привычки. Поэтому Прабхупада говорил. «Привычки – это вторая натура», Прабхупада говорил. Итак, с помощью общения мы можем развить вторую натуру. Первая натура – это материальная натура. А вторая натура? Первая натура – материальная. Нужно материальное сознание, ум. А нам нужно обрести вторую натуру. Вы не знаете, да, что это такое? Например, я пришёл в сознание Кришны, я общаюсь с преднами. И даже сосредоточиться на сознании Кришны тоже возможно только с помощью общения с предками. Общение важно. Например, многие западные предные, они не любят Чили. Но когда они приезжают в Индию, они принимают Чили, едят Чили. Они не любят рис, они любят хлеб. И когда они приезжают в Индию, они начинают есть рис. Дао, сабджи. Смотрите, этот человек на Западе ел столько риса, чуть-чуть. А приезжает в Индию 3-4 ложки риса, потому что другие тоже едят так. Это просто практика. Смотрите, когда он был на Западе, он не ел Чили, а теперь он хочет больше. Потому что он видит, что все едят Чили. Почему ты не даёшь мне, всем даёшь? Дай мне. Вы можете изменить все привычки. Чувство – это ничто. Чувство – это подобные резинки. Вы можете её растянуть, можете её обратно сделать. Придать такую же форму, как я была. Чувства – такие, что пропады, говорю. Вы не можете свести до минимума идусон, совокупление обороны. Вы можете… Вы можете их свести до минимума, можете до максимума довести из-за общения. Только из-за общения. Это не такая большая проблема. Если мы развиваем все плохие качества, и это тоже происходит с помощью общения. Сейчас мы пришли в сознание Кришны, чтобы развить хорошие качества. У нас есть хорошие качества. Вспомните этот пример с железом. Если оно касается огня, то это уже огонь. Наши чувства имеют силу. Если мы будем общаться, что Прабхупада говорит. Поэтому я просто ищу дружбу с твоими праведными и возвышенными преданными, Прабхупада. Праведными и возвышенными преданными, Прабхупада говорит. Праведные не означают так называемые праведники. Нет еще. Возвышенные, преданные. Они не привязаны ни к какой греховной деятельности. Уттама. Очень трудно перевести на английский это. Смотрите, здесь в переводе Шабхупад говорит. Уттама шнука джанешу с преднами, которые привязаны только к Верховной Личности Бога. Итак, преданные просто привязаны к Верховной Личности Бога. Варит Расура говорит. Дай мне это общение с ним. И это благословение Бхагавата. Бхагавата Сиданта. Вывод Шимад Бхагавата. Бхагавата. Вы можете найти больше чем. Восемь молитв где-то. Уттара, Арджуна. Арджуна молится Кришне, когда Шватхама нападает. Можете найти примерно 8 примеров, 8 молитвов. Арджуна обращается с молитвой до Брамастро приближается. Есть маленькие примеры разных молитв, но суть одна. Это суть Бхагвата. Каждый молится Господу. Вы не можете найти Бхагвата, чтобы кто-то молился о Бхакти. Нет. Те, кто преданы, которые обращаются с молитвой к Господу. Дай мне какой-то успех. Трува молится. Дай мне общение с предным. Трува, прохлад, мхарадж. Все молятся. Прочеты также. Господь присутствует. Почему бы вам не общаться с Господом? Они молятся об общении с Господом. Почему бы не общаться с Господом? Почему нам нужно именно общение с предными? На Вайкунтхе вы можете наслаждаться Бхакти-йогой. Вы можете служить Кришне, понимаете? Но вкус приходит Вы знаете, вкус или раса приходит от общения с предными. Не от общения с Кришной. Мы служим Кришне, но это раса. А иначе почему Радарани вокруг Радарани много разных сакхи? Почему? Расера улласа. Первая экспансия Кришны это Рада. А почему из Радарани исходит столько разных сакхи? Если не будет множества сакхи, то это улласа. Этого удовольствия не будет. Они все время обсуждают Кришну. На Галуки Вриндаване все есть. Но одного нет. На Вайкунтхе есть все. Но одной вещи на Вайкунтхе нет. Вы не сможете найти там лекции по бхагаватам. Кришна-кадхи, на Вайкунтхе нет. Поэтому Друма Хараж говорит, я хочу общаться с преднами. Все есть на Вайкунтхе. Пойду на Вайкунтхе, они не будут говорить об этом. Шанача Хараж такой говорит, возвышенные личности, святые люди, они не прославляют свою собственную славу. если я буду жить с тобой. Вишну очень милостив. Очень добр. Мы не будем свою собственную славу прославлять. А как Вишну этим будет заниматься? Я верховная личность Бога. Как я могу прославлять своих предных? Вы можете все найти на Вайкунтхе, но не Кришна-кадху. Поэтому предные хотят общаться с другими предными. Это санга, бхакта-санга. Есть множество примеров. Вы не можете осознать, Кришна исполнен богатств. Почему он стал богом? Почему? У него есть все виды богатств, ашвария, мадурия, аудария, но он не может этим наслаждаться. Но предный может наслаждаться. Поэтому мы хотим общаться с предными. Как лотос. У него есть мед. Но лотос... Спросите лотос, мед у тебя сладкий или нет? Спросите лотос, у тебя есть мед, он сладкий или нет? Лотос не может сказать. Только пчела может сказать. Пчела знает. Лотос не знает? Кришна не знает. Кришне ничего не известно. Почему? Мы хотим общаться с предными, чтобы больше наслаждения испытать. Коровы. Корова. Молоко всегда у коровы. Попросите ее объяснить, какой вкус у молока. Она не сможет. Теленок знает. Теленок знает. Кришна – источник всех энергий. Кришна – источник всего, всех богатств. Но Кришна не знает, что это за вкусы. Поэтому он развивает желание стать гоурой. Поэтому он днем и ночью плачет, плачет, чтобы насладиться этим. Я хочу насладиться всеми этими вещами. Я хочу насладиться всеми этими вещами. Ардарани настолько исхудала. Даже ветер подует, оно упадет. Настолько исхудала. Она все время помнит о Кришне. Она все время говорит, Кришна, Кришна, Кришна. Счастье Кришна. Почему Кришна сошел с ума? Когда он услышал слова Уддавы, Кришна сошел с ума. Если я даже сто лет проживу в Двараке, в разлуке с Радой, но я не смогу насладиться этим вкусом, я должен вернуться к Раде. Поэтому очень трудно понять настроение Радарани. Очень трудно. И все равно в этом положении Рада думает о счастье Кришне. Когда у вас проблемы с телом, думаете ли вы о чем-то удовольствии? Когда вы чувствуете себя плохо, вы забудете о Кришне. Кто-то к вам подойдет и скажет, отойди. Но Рады все равно. Удава пришел, спрашивает Радарани. Рады, я возвращаюсь. Ты хочешь отправить какое-то послание Кришне? Еще, да, отправил какое-то послание. Надо. Глупия. А он спрашивает, Рады, ты хочешь отправить послание? Рады говорит, да, Да, какое послание? Какое послание? Не хочешь? Поэтому Удава молятся. В этой жизни невозможно стать таким же преданным, как Гопи. Я хочу постоянно приносить поклоны их лотосным стопам. А все равно Рады Рани говорит, ты возвращайся и не сообщай Кришне, что я несчастлива. Если ты ему это скажешь, то моя жизнь будет бесполезна. Я страдаю только ради того, чтобы Кришна был счастлив. и Кришна узнает, что я страдаю. Это не моя жизнь. Поэтому я не хочу никакого несчастья доставлять Кришне. И тогда Удава сошел с ума. Такая любовь к Кришне выглядит, как будто и плохо. Гопи обсуждает перед Удавой, они И одна Гопи говорит, почему ты хочешь Кришне рассказать, что мы страдаем? Ты не знаешь, что такое Кришна? У нас есть поговорка наурия. Если вы молоко и гур вместе смешаете, Гур и молоко. Достаточно молока и гура. И поставите под деревом ним. С самого начала. Каждый день ставьте молоко и гур под дерево ним. Достанет гурки. Гопи говорит, зачем ты хочешь Кришне все рассказать? Он не привы... Он не привы... Они говорят, Кришна подобен дереву ним. ты принесешь гуру молоко дерево ним но дерево ним это дерево ним оно всегда горько он не принадлежит два ракаваси он принадлежит только в раджабаси они привязаны ко всем этим женщин привязаны только к нам окей хорошо одно послание как наш грудер переводил это бред безумного человека бред удава просто сошел никогда такую любовь плакал они плакали и говорили мы хотим чтобы кришна был счастлив и вот это последнее послание не сообщай кришне что мы страдали гопи радарани сказал просто скажи кришне что я счастлив иудова думает о чем не рассказать кришне таком случае поэтому говорит нет я хочу стать просто травинкой в арендовании то есть они ради этого кришне которую прославляется в ведах они оставили все никаких материальных привязанности никаких желаний это есть наша парампара это наша парампара поэтому у нас шатга с вами 6 гас вами на автаре мы следуем 6 гасвами затем бхактинода дхара это бхактинода когда мы приходим в сознание кришна мы не хотим ничего от кришны мы хотим только удовольствие кришны мы хотим только чтобы гуру и кришна были счастливы это все вы не можете ничего сказать я хочу этого я хочу того нет у нас есть проблемы смотрите гопи что говорят они даже не описывают свою проблему мне просто говорят не беспокой кришну другая гопи говорит у нас есть такая проблема зачем тебе эту информацию передавать информация не доставит удовольствие кришне мы не хотим чтобы он страдал мы хотим чтобы кришна был счастлив и это гопи бхава это гопи бхава когда у вас нет никаких других желаний рогануга означает бесприместное преданное служение следуйте виде бхакти строго ради удовольствия гуру и кришна совершайте преданное служение это железо как мы уже обсуждали попадает в огонь и милость придет и это возникнет огонь не надо даже пытаться следовать какому-то этикету это естественно придет железо соприкоснется с огнем и сразу станет огнем наши чувства получит милость они станут духовными они духотворяться 24 часа в сутки тогда мы сможем слушать думать о кришне служить кришне у нас не будет никаких других мыслей только как доставить удовольствие кришне мы это обсуждали гопи радарани знаете как радарани исхудала как она исхудала браслеты да на руках на запястьях это поговорка на оре только на оре вы сможете найти такие поговорки если вы расскажете о любом из жителей в риндауна кришна может не приехать в раджибу расскажете о том состоянии в котором радарани находится кришна приедет в каком состоянии радарани находится во вриндауне посмотрите мизинчик теперь браслеты на руках превратились кольцо на мизинце вы не сможете ни одну картинку найти сейчас только картинок нарисовали вы не сможете представить даже это духовная вещь все равно радарани говорит пожалуйста не говори кришне о моем состоянии мое сердце очень жесткое сердце кришне очень мягкое только кришна узнает что я страдаю сразу оставит свою жизнь кришна оставит свою жизнь поэтому радарани говорит это это послание это и есть любовь это любовь это привязанность мы можем наслаждаться этими вещами только общаясь с преданными с преданными а иначе зачем кришна послал удову во враджа бума почему там есть много много причин но главная причина какая вы не знаете с кем кришна обсуждает гопи не с кем когда кришна чувствует боль разлуки с радарани чувствуете боль разлуки то вам нужен друг почему сейчас люди сходят с ума почему люди в городах сходят с ума это причина в деревнях друзья есть множество кругов общения есть муж куда-нибудь уедет жена сразу пойдет соседний дома общается общается но здесь городах с кем вы будете общаться поэтому люди страдают когда боль и разлуки приходят у вас проблемы какие-то возникают кто-то рядом нужен нужно с кем-то общаться в индийской традиции есть общение с родственниками сейчас уже с родственниками не общаются но нам почему мы общаемся с родственниками потому что когда вам нужно умиротворить ум вы приходите к ним мы чувствуем боль разлуки что-то в нашем сердце надо что-то выразить нужен друг какой-то а когда кришна страдает с кем он будет общаться с кем кришна будет общаться хотя бы удава он туда поехал удава там пройдет обучение и по крайней мере с удава я смогу пообщаться который был во вражабуме кришна хочет кришна катху понимаете кришна хочет быть счастливым обсуждая своих преданных игры бак то ливо это богованы его бхагавана и лилобакты вы не можете ни одну лилу Кришны описать без лилы его преданного Бхахта поэтому Прабхупада здесь говорит мамуттамашлока джанейшу сакхъям сакхъям бритра сура молится в этой жизни невозможно служить тебе в теле демона это Невозможно развить такую жажду. Устав от этого, я просто ищу дружбы с твоими праведными возвышенными предами. Зачарованная твоей внешней энергией, я был привязан к собственному телу, жене, дому и детям. Но теперь я желаю навсегда разорвать эти узы. Так позволь же мне умом, сознанием и всем своим существом привязаться только к тебе. Вы понимаете? Два момента здесь есть. Две молитвы. Можно молиться об одном, не давай мне, а вторая молитва, дай мне. И он до этого молился, не давай мне, а теперь он молится, дай мне общение с твоими преднами. Он хочет общаться с теми людьми, которые очень сильно привязаны к жене, к дому, к детям. Он не хочет общаться. Поэтому здесь говорится. Асакта читаси нанатта буйят. Это должно быть твоим благословением. Ты должен дать мне такое благословение. Это одно благословение. Я хочу общаться с преданными. Те, кто благочестивы. Те, кто привязаны только к тебе. Не давай мне общения с теми, кто привязан. Смотрите, через общение мы можем развить настроение. Вы хотите развивать настроение? Это возможно только с помощью общения. Поэтому мы должны молиться Кришне. Это благословение Кришны. Это благословение Кришны. Если вы будете молиться Кришне, Кришна, дай мне просто возможность общаться с твоими преднами. Не думайте, что благословение Кришны – это напрямую, когда Кришна милость прольет. Нет. Кришна прольет милость через святых личностей. Общайтесь с ними. И это и есть милость. Вы должны всегда молиться Кришне. Дай мне, пожалуйста, общение с твоими преднами. Поэтому этот стих из Садусанги. Часть четвертая. Чатанаки-пандит говорит Мацья-курмейча-паккина-татаса-ду-санга. Мацья. Рыба. Да? Рыба. Хорошо. Черепаха. И птица. Птица. А они поддерживают своих детей с помощью трех способов. А Саду поддерживают всех с помощью Садусанги. Как рыба заботится о своих детях? Только глядя на них. Смотрите, творение Кришны. Даже не можете вообразить. Рыба никогда не закрывает глаза. Она всегда смотрит на своих детей. Когда она находится в состоянии разлуки, она не смотрит. Она не закрывает глаза, она все время смотрит. Гопи, они подобны рыбам. Днем и ночью они говорят, почему сон не приходит к нам? Я хочу все время думать о Кришне. Я хочу видеть все время Кришну. Постоянно. Да. Поэтому Кришна покинул Вриндаван и гопи страдали так сильно. Когда они отправляются спать, сон не приходит. Она хочет забыть Кришну и не может. Гопи хотят забыть Кришну. Почему? Потому что, когда мы помним о Кришне, то огонь разлуки приходит. Если мы забудем о Кришне, то хорошо, мы хотя бы отдохнуть сможем. Если вы хотите помнить о Кришне, вы должны понимать, вы не сможете забыть Кришну. Они пытаются забыть. Мы пытаемся помнить о Кришне, а они пытаются забыть о Кришне. Смотрите. В этом разница. Это и есть Кришна Катха. Их Кришна Катха как забыть Кришну. А мы общаемся только, чтобы как помнить Кришну. А они обсуждают друг с другом только как забыть Кришну. Радарани увидят у кого-то темные волосы, она думает о Кришне. И гопи думают, почему рада плачет? Я помню Кришну. Как ты помнишь Кришну? Когда увидела твои темные волосы, я подумал о волосах Кришны. Иногда гопи очень близкие к радаране. Они умощают сандалом свою голову. Они не хотят доставлять беспокойство радаране. одежду голубого цвета надевают. Радарани только видят этот цвет, он начинает плакать. Поэтому они больше белый надевают цвет. Большую часть времени. У белого нет никакого цвета. Белый цвет принимает цвет другой одежды. Ирдарани говорит, я хочу забыть Кришну. Пожалуйста, оставьте меня одну. Выйдите наружу. Когда она остается одна, она смотрит на небо и думает о Кришне и плачет. Смотрит на иммуну, плачет. Потому что иммуна темная. Смотрит на дерево. Под этим деревом был Кришна, она плачет. И Вишака говорит, почему, как это сказать, нидра, сон, почему сон не приходит? Если я смогу заснуть, я смогу забыть Кришну. Ну, почему сто лет они медитируют, но только на одно, только ради одной вещи. Сто лет наша жизнь длится, и как мы помним о Кришне. У них такая безупречная любовь к Кришне. Они полностью посвятились чувства, ум, все, чтобы участвовать в играх Кришны. И они пытаются забыть Кришну. Но это не происходит. И когда Радарани закрывает глаза, тогда что? Она закрывает глаза? Когда вы закрываете глаза, что вы будете видеть? Вы видите темный цвет, допустим. Да? Закройте, закройте глаза, проверьте. Какой-нибудь темный цвета увидите. Радарани закрывает глаза? Она видит темного Кришну. Она не спит, не ест. Она выходит снаружи. Когда они едят Прасад, Гопи служат. Может быть, Сабджи темный. Любой цвет, какой видит Радарани похожий. Она испытывает боль в разлуке. Очень трудно. Для Гопи очень трудно что-то сделать с Радараней. Поэтому Кришна принимает настроение Радарани. Как каждое мгновение я хочу осознавать, как Радарани наслаждается этой разлукой, как я хочу принять участие в этих играх. Поэтому принимает эту Радарх Бхаву. Гурдев все время говорил не показывайте мне ни одно изображение читания Махапрабху, где он не с преданными. Махапрабху всегда с преданными. Поэтому Махапрабху на практике учит нас. Если вы хотите развивать сознание Кришны, вы должны оставаться с преданными. Вы сможете наслаждаться Кришна-бхакти только с преданными. Махапрабху наслаждался вечной бавой, вечным настроением. И все равно у него были преданные рядом. Все равно рядом были преданные. Прабхупада так замечательно сказал. Он говорит читания Махапрабху имел тысячу последователей. Читания Махапрабху никогда перед ними не обсуждал Радататва и Гопитатву. Он обсуждал Радататву и Гопитатву только с небольшим количеством преданных. Поэтому мы не должны обсуждать Радататву Кришна-билы перед обычной публикой, перед так называемыми преданными. Это оскорбительно по отношению к Радаране. Это оскорбление. Они не... Мы должны обсуждать это только с Антаранга-бхактами. Поэтому наш Гурдев говорил мы не обсуждаем много как Кришна-билы. Только такие милостивые лилы, как Путана, например. Сначала сокровенные лилы мы сможем наслаждаться только с предами, которые хотя бы на уровне Бхавы находятся. На уровне Асакти, на уровне Бхавы. На этих уровнях. Асакти, Бхава. Только с ними можно этим наслаждаться. Но не с обычными преднами. Они будут слушать Расаливу, а через пять минут у них Расалива в мобильном телефоне начнется. Вакцинат Сарасаль так уже говорил, не надо им показывать ни одну лекцию об играх Кришны. Не надо. Это наш практический пример, наш стандарт. Хотите этим наслаждаться, наслаждайтесь тайно, не публично. Мы хотим общения. Я хочу все время общаться с преднами. Кришна хочет общаться с преднами. Только с помощью общения мы сможем развить вкус. Поэтому пример рыбы, я привел рыбу. Рыба заботится с помощью взгляда. саду он такой же. Саду такой. Варисе в Индии можете видеть. Люди не то, что есть идея понимания бхагаватам. Даже неграмотные люди, они приходят на бхагаватам. Зачем они приходят? Просто приходите и спите там. Идет 30-40 километров. Зачем ты приходишь? Можете спросить. Он говорит, хотя бы увижу саду. У них такая вера есть. Просто увидеть саду для этого они приходят. саду есть такая сила, глядя на кого-то, пролить на него милостивый, бросить на него милостивый взгляд. Это его сила. Его способность. Не думайте, что вы какую-то деятельность совершите для саду, и саду бросит на вас милостивый взгляд. Нет. В сердце саду милость Кришна, это милость беспричинная. саду встретится с кем-то, он сразу милость прольет. Поэтому мы приходим, чтобы совершать саду сангу. Может быть, я неграмотный, необразованный человек, но саду посмотрят на меня. Поэтому в Индии они любят сесть спереди. Они не хотят где-то позади принести поклон. Они хотят перед саду. И даже к армии так поступают. Они говорят, вы помните меня? Я такой-то, такой-то. Да? О, твое имя такое-то, такое-то, говорит саду. И они очень счастливы, что саду меня помнят. Они не знают никаких таттв, но саду санга крайне важна. И вы только приходите в саду сангу, вы сразу чувствуете счастья. Какие бы у вас ни были недостатки, на саду у него есть три силы, три способности. Первая — это с помощью взгляда, милости и взгляд. Вторая — черепаха — это медитация, размышления. Она оставляет яйца на берегу, а сама отправляется в воду. И находясь в воде, она помнит обо всех своих яйцах, обо всех яйцах. Она не забывает ни об одном яйце, она все время помнит, сколько там яиц. Одно с другим, одно с другим. Если оно одно забудет, то это яйцо испортится. Никто не родится из этого яйца. Такова сила Кришны, смотрите. Вы не знаете, да? Да. Это сила черепахи. Допустим, восемь яиц. Она одно яйцо забыла, только семь помнит. И это яйцо испортится. Из этого яйца черепашка не вылупится. Мы говорим, что мы супермогущественные, супермен. У нас есть лаптоп, ноутбук. Смотрите, это все энергии Кришны. А у одной какой-то птички или одной черепахи столько сил есть. Надо только детек забыть. Саду помнит о вас, чтобы у вас не было ничего неблагоприятного. Может быть, Саду сейчас не здесь, не в Сингапуре. Может быть, Саду в Сингапуре, но он заботится о вас. Он помнит о вас? Как черепаха. Или глядя на кого-то, как рыба. И есть еще третий. Птица. Птица, вы знаете, у нее есть... Она накрывает своими крыльями гнездо. У нее такая привязанность. Она столько любви и любви отдает. И потом рождаются дети. Она высиживает яйца. Саду, когда он касается преданных, он дает благословение. Знаете, Варисе, отправьтесь Варису. Они говорят, Махараш, коснитесь моей головы. Пока вы не коснетесь моей головы, я не уйду. Пожалуйста. Они знают, у них есть вера. Саду не коснется меня, я не уйду. Они прям заставляют Саду, коснитесь меня, пожалуйста. И они иногда маленьких девочек приносят, своих дочерей. Коснитесь, пожалуйста, их. Они такие простые. У них есть вера, что если Саду коснется, она выйдет замуж, она работу получит. Они знают Саду, славу Саду. И Кришна также говорит о Саду Санге. В одиннадцатой песне Айла-гита. Это наставление Кришны. Описав историю Пуру Равы, Кришна делает вывод. Вывод. Ята. Одиннадцать двадцать шесть тридцать один. Вы приближаетесь к огню. Что произойдет? Огонь даст вам тепло. Одиннадцать двадцать шесть тридцать один. Очень важный стих. Ятау пашрая ма'нася бхагавантам вибхавасум. Шитам бхаям таму пяти садун самсе ватаслата. В следующий раз, когда мне будет возможность, я прочитаю лекцию только о славе Саду Санге. Это крайне важно. Особенности комментарии Шванача Кравацитакура здесь важны. Ятау пашрая ма'нася бхагавантам вибхавасум. Шитам бхаям таму пяти садун самсе ватаслата. Если вы служите саду, общайтесь с саду, вы обретете три вещи. Как вы прикасаетесь к огню, три вещи обретаете. Первый – это свет. Вы нашли этот стих? Прочитайте перевод. Как отступает холод, страх и тьма. Когда человек приближается к жертвенному огню, так уходят апатия, страх и невежество у того, кто служит преданным Господа. Да. Три вещи. Когда вы обращаетесь к огню, три вещи вы обретаете. Вы чувствуете холод, чувствуете тепло. Чувствовали тьму, теперь свет появляется. У вас был страх, страх уходит. Шанача Кравацитакура говорит, Если вы хотите обрести совершенство в своем бхаджане, хотите достичь чего-то в своем бхаджане, садун самсе ватаслата. Вы можете обрести три вещи, общаясь с саду. Первое – карма чад дьям. Карма чад дьям. Привязанность к так называемым обязанностям. Я грехастка, мне обязанность заботиться о детях, семье. Столько привязанностей. Хотя мы преданы, у нас есть карма ягья. Понимаете, мы настолько привязаны к карме, к обязанностям. Нет? Вы можете совершать свое преданное служение совершенно, и все равно вы не можете решить проблему. Проблемы приходят от вашей кармы. Если вы будете совершать бхаджан, тогда да, но вы сосредоточены только на своей карме. Какова наша идея? Как только мой сын женится, у меня уже других дел не будет. Я смогу хорошо воспевать. И всю жизнь он планирует, планирует, потом еще одна проблема приходит, еще одна проблема, и он не может прекратить. Просто тратить время впустую. Это и есть карма ягья. Ягья – это привязанность к карме. Когда мы будем общаться с саду, саду даст вам силу, только одну силу. В общении с саду вы обретете только одну силу. Какой? Кришна – мой защитник. Кришна – тот, кто заботится обо мне. Это Шаранагати. В Шаранагати есть шесть частей. Другие пять вещей вы можете сами развить. Но эту вещь вы сами не можете развить. Пока к вам бесстрашие не придет. А то вы будете думать, что случится со мной. Но, общаясь с саду, вы можете созреть до этого уровня. Гоптритаварнам. Это значит осознать, что Кришна – мой защитник. Кришна заботится обо мне. И вот, общаясь с саду, вы станете сильными. Вы будете думать, что Кришна защищает меня. Кришна заботится обо мне. И это истинный результат саду Санги. Кто обо мне позаботится еще, кроме Кришны? Тогда вы сможете продолжать свою духовную жизнь. Второй – это самсара баэм. Приближаясь к огню, вы можете получить жар, тепло и также обжечься. У нас есть страх материальной жизни. Что случится с моей жизнью, с моей семьей. Мы думаем так, что когда я состарюсь, кто обо мне позаботится? У вас есть отец, мать, жена. Допустим, в нашем обществе. Кто-то скажет, Джибиси скажет, ты не можешь оставаться в Искон. И что? А дома тоже не можешь жить. Допустим, я с Аняси. И Джибиси мне скажет, где мне место найти? Я не знаю. Кришна знает. И это жизнь. Каждый один в этом мире. Только Кришна является нашим домом. У вас есть жена, дети. Но согласно вашей карме, вы один. Согласно вашей карме, вы один. И согласно вашей карме, вы должны страдать. Все время страдания есть. Поэтому мы говорим, что Кришна наш единственный друг. Почему? Потому что только Кришна может помочь вам избавиться от кармических реакций. Все остальные не могут вам помочь, потому что у них есть своя собственная карма. Поэтому даже нет речи о страхе. Какой страх? Кришна меня поместит в опасную ситуацию. Никто меня не спасет, кроме Кришны. Кришна хочет спасти меня. Никто не сможет причинить мне вред. Согласно моей карме, я страдаю. Не думайте, что Кришна причиняет мне вред. На оре говорится. Не создавайте проблемы для других. Если вы будете создавать проблемы для других, вы сами для себя в первую очередь создадите проблемы. Если вы роете яму, в первую очередь вы можете упасть. Это такая поговорка на оре есть. Слепой человек будет проходить, может упасть в эту яму. Поэтому не создавайте проблемы для других. Вы роете яму для кого-то, чтобы какой-то человек упал. Вы сами можете упасть. Поэтому мы не хотим создавать проблемы для других. Также мы не хотим жить беззаботно. Наш Гурдев говорил, что жизнь в Брамачаре – беззаботная жизнь. У них нет страха, ничего нет. Просто у них там каупина, дочь и все. Допустим, пожар в вашем доме произойдет. Если пожар случится в храме, что произойдет? В первую очередь Брамачаре выбежит. Возьмёт каупину, свою одежду и выбежит. Не копите столько вещей в своем доме. Не нужно использовать стиральную машину, не надо. Упражняйтесь физически, сами стирайте. Не используйте никаких механизмов. То же самое и деньги Кришна. Мы зарабатываем деньги и потом также тратим деньги на какие-то пустые вещи. Если вы будете сами делать упражнения, никакого диабета у вас не будет. Сейчас, смотрите, загрязнение среды. Мы тратим столько денег из-за того, что у нас машина. Мы просто тратим впустую и думаем о своем будущем. Когда вы станете ленивыми, вы будете думать о своем будущем. Ленивый человек все время думает о будущем. Не становитесь ленивыми. В духовном жизни вы никогда не будете ленивыми. Ленивая жизнь – это значит, что я хочу жить легко. Он хочет так устроить жизнь, чтобы жить легко, не заботясь. Все время все должно быть легко, легко, легко. Поэтому я говорю, все это одинаково, что ленивый, что легкий, ленивый, легкий и сумасшедший. На английском это будет lazy, easy, crazy. Преданный – нет. Преданный он во всем разбирается. Он знаток. И в материальном, и в духовном. И в духовном. Так что если общение с саду, с святыми людьми, это будет безопасность в вашей жизни. Потому что хотя бы там Кришна есть. Итак, первое – это карма дьягьян, самсара, майян и бхаджана вигнаси. Общаясь со святыми людьми, вы получаете три вещи. У нас привязанность к работе постепенно уменьшается. Второе – страх за свое тело перед материальным миром постепенно уйдет. Третье – когда мы практикуем бхаджан, множество препятствий возникает. Можете видеть, что иногда предные падают. Мы в материальной жизни встречаем проблемы, а в духовный мир приходим, и там проблемы. В духовной жизни тоже проблемы. Эти проблемы… В материальных проблемах вы станете безнадежными, вы теряете надежду. Но в духовных проблемах вы обретаете надежду. Спросите предных, когда у вас какие-то проблемы возникали. Пусть они поделятся опытом. Духовные проблемы – это хорошо. Но не так легко иметь духовные проблемы. Проблема какая-нибудь придет, вы упадете. Поэтому вам нужна помощь саду-гуру. Поэтому, если вы общаетесь с саду, какие-то препятствия у вас возникнут, вы сможете преодолеть эти препятствия. Поэтому Кришна говорит. Удави. Единственное приберющее – это саду-санга. Ишина Ачхариста Кур тоже говорит в комментариях. Такой замечательный комментарий. Поэтому он говорит. Мамут Тамашлока. Согласно моей карме, я могу обрести рождение в любой форме жизни. Я не молюсь о том, чтобы ты дал мне высокое рождение. Нет, согласно моей карме, я могу родиться животным, кем угодно. Но, пожалуйста, дай мне общение с твоими саду. Не давай мне общение. И не позволяй мне общаться с теми, кто привязан к материальным вещам. Это саду-санга. Привязанность означает проблема, понимаете? Привязанность – это одно, любовь – это другое. Любовь и привязанность. Как частицы Кришны, мы все неотъемлемые частички. Кришна. Мы урожаем почтение всем. Это есть любовь. Мы, если у нас развивается преданность, можем любить всех и каждого. Но привязанность – это кое-что другое. Привязанность – подобная ги. Когда есть лампа, масляная лампа, если там есть ги, то лампа будет гореть. Если ги не будет, она не будет долго гореть. Итак, привязанность – это наша естественная склонность. Мы не можем отвергнуть привязанность. Если нету ги, то огонь не появляется. Мы страдаем из-за жены, из-за детей. Нет, это все Кришне принадлежит. Мы не можем никому испытывать ненависти, не можем отвергать никого. Смотрите, в кармической жизни, муж и жена, кто-то страдает от лихорадки. Они думают, почему он страдает? Может быть, какое-то лекарство я могу принести? Страдания придут. Тот же самый дом. Почему мы развиваем привязанность? Брамачари могут развить привязанность к гуру, например. И тогда их жизнь спасена. Они не должны привязываться друг к другу. Больше привязанности будут, больше проблем. Почему муж и жена все время сражаются, как кошки и собаки? Я тебе это покажу, я тебе когти покажу. Только в этой причине. Такая сильная привязанность. Столько привязанностей. Я уже оставил свой дом много лет. Не забыла. Когда они не ходят в bus, не останавливаются. Скоро-проурные. Часто там. Когда они путешествуют, всегда… Не два сиденья, а три сиденья, чтобы кто-то еще рядом сидел, чтобы они могли общаться в дороге. Нет такого, чтобы отдельно сидеть. Но сейчас это уже стало стандартом. Махарадж, можете пересесть, чтобы я отдельно со своей женой сидел? Смотрите, это сейчас появляется. Чем больше я привязан к своему телу, больше страданий придет. Итак, наш процесс состоит в том, чтобы развить привязанность к саду. Не развивайте привязанность к тому, у кого есть вожделение. Поэтому есть четыре сиддханты. Первый сиддхант – это Das Anudas. Просто средоточьтесь на этих вещах. Я хочу стать слугой чистого предана. Я приложу все усилия, чтобы служить. Просто развивайте это настроение и вы освободитесь от всех желаний. Если будете пытаться служить чистым преданным – Dasa Das Anudas. К вам придет это настроение. Если вы служите чистым преданным, у вас нет никаких других желаний, естественным образом у вас разовьется духовное желание. Это придет. Если у вас нет желаний, вы не можете оставаться долго. Когда духовное желание придет, то вам понадобится саду-санга. После духовного желания снова саду-санга. И тогда у вас будет вкус уже развиваться, раса. Это говорится о Кришна-бхакти-джанаму-лагоуе-саду-санга. Даже если вы достигнете уровня Кришна-премы, все равно вам нужно общаться с саду-сангой. Потому что саду-санга – это основа. Потому что наш Кролосистакур говорит в комментарии. Саду-санга – это причина бхакти. Саду-санга – это и есть бхакти. Хотите совершать бхакти, нужна саду-санга. Кто-то говорит, что такое бхакти? Это и есть бхакти. Общение с саду и слушание, и наслаждение этим. И памятование Кришны. То есть, иначе, Кролосистакур говорит в комментарии. Саду-санга – это причина бхакти. Саду-санга – это средство бхакти, процесс бхакти, метод бхакти. Саду-санга – это результат бхакти. Как наша очередь говорит. Прабхупа tutte все время говорит. И-шуаначка говорит Сатакур. И-шуаначка говорит Сатакур. Он все время приводит цитаты из этих комментариев. Мы совершаем бхакти. Как проверить? Когда мы совершаем Кришна-бхакти, Кришна появится, и Кришна устроит саду-сангу. Кришна-бхакти — это и есть результат саду-санги. Поэтому он молится, дай мне саду-сангу, дай мне саду-сангу. Я не хочу ничего другого. Не дай мне общения с привязанными к материальным вещам людям. Теперь Индра убежден — это чистый преданный. Я нападу на Индру, тогда, может быть, Индра меня убьет. И все равно он продолжает проповедовать. Проповедь — это жизнь. Завтра мы послушаем короткую лекцию. Просто сражайся. Ты к шатре, сражайся, Притрасура говорит. Сражаться — значит сражаться. И прежде чем убить, Притрасуру произнесет один стих. Я видел множество полубогов, Я видел множество демонов, Но я никого не видел в теле демона, Чтобы он был преданным. Я видел много совершенных преданных. Я никогда не видел совершенного преданного в теле демона. Он прославляет его? Говорит, да. Я хочу занять положение. Индра — нет, я не хочу. Я просто хочу умереть. Я так знаю, кто такой Витра-сур, Индра убивает их. В 12 главе вы можете увидеть. Ритра-сур, он в медитации на самом деле оставил свое тело. И Индра убил только мёртвое тело с помощью ваджры, с помощью своей молнии. Прежде чем Индра его убил, он даже ещё не коснулся его, в ретросуру уже отправился к Санкаршане. Субтитры создавал DimaTorzok